всем привет меня зовут федор васильев как вы думаете что будет сегодня в этом видео фанаты wordpress а соль в особенности любители темы вудморт а сегодня хорошие новости тема вудморт обновилась до версии 8.0 и на борту глобальная полная поддержка gutenberg для тех кто пользуется gutenberg для тех кто любит его и хотят использовать свою любимую тему вудморт на этом встроенном редакторе блока wordpress теперь вы сможете полностью верстать любые страницы все шаблоны вудморт поддерживают gutenberg множество исправлений ошибок и новые опции в обновлении 8.0 но прежде чем мы приступим к обзору этого видео я хочу вам напомнить если вы сомневаетесь или у вас нет времени вы всегда можете обратиться ко мне заказав сайт у меня позвонив или написав мне вконтакты которые сейчас видите вот здесь на экранах звоните пишите давайте обсудим ваш проект а мы возвращаемся к теме данного видео итак давайте в этом видео разберем обновление вудморт 80 с полной поддержкой gutenberg и сейчас на чистой установки как раз посмотрим как он выбирается этот gutenberg чтобы потом впоследствии на основе этого то есть встроенного редактора блоков gutenberg в самом wordpress как вы можете знать а можете не знаете что я не сторонник gutenberg не нравится мне его не подход не логика не внешний вид но надо отдать ему должное что он достаточно производительным то есть сайт собранный на gutenberg показывают хороший результат скорости загрузки страницы если сравнивать его с элементом даже несмотря на это я все равно скорее всего остаюсь пользователем элемент но для многих скорее всего gutenberg может быть ближе и это хорошая новость обновление эти не все рассмотрим естественно какие есть еще перед вами стоит страница блога разработчиков я его я ее оставлю для изучения более детальным на своем сайте федоровасильев.ru ссылка будет в описании под видео итак я перехожу на свой тестовый сайт внешний вид и давайте перейдем в тему я загружу тему добавить новую тему загрузить из компьютера выбираю архив свод март 80 нажимаем открыть установить сейчас тема успешно установлено нажимаем активировать далее проходим стандартный процесс установки установка дочерной темы да давайте установим следующий шаг и вот заветная страница раньше у нас было только выбор конструктора элемента или vp бейкере но теперь полная поддержка гутенберга выбираем его и нажимаем следующий то есть вся страница будет построена с помощью гутенберг ровно так же как из элементар но только теперь это гутенберг следующий сейчас я поставлю на паузу видео установлю необходимые плагины далее нажимаю следующий с этим обновлением вышла новая тема мы видим здесь в данном окне мы видим что все предложены готовые темы если мы хотим использовать какую-то готовую тему именно с этого окна импортировать мы не можем потому что они все под элементар здесь поэтому нажимаем пропустить нам городе все готово если у вас было так же как у меня то убедитесь перейдите в плагины и посмотрите чтобы у вас было отключено один из трех плагинов не могу точно сказать у меня были включен classic editor это то что убивает гутенберг и classic виджет то что бывает гутенберг в виджетах и был включен элементом как только я отключил элементар отключил вот эти два далее переходим в удморт переходим вот сюда и видим что доступные все макеты все шаблоны действительно поддерживают гутенберг видим что активно кнопка импортировать видите теперь вот можно в любую тему ставить она будет уже на гутенберг и можно сделать так и кстати вот новая тема которая вышла с обновлением такая симпатичная давайте ее и поставим нажимаем импортировать и ждем окончание импорта когда достигнуть у нас 100 процентов дожидаемся зеленого уведомления что у нас все импортировалась я перейду на фронтальную часть сайта и мы увидим что у нас все установилась все корректно все работает все очень красиво далее если у вас уже был готовый сайт и вы хотите перейти с элемента на гутенберг вы можете перейти в удморт настройки темы дальше другое и вот здесь вот переключиться на кнопку гутенберг но это не даст вам миграцию всего сайта всех блоков всех элементов с элемента на гутенберг это сделать будет невозможно исходя из статьи самих разработчиков где они пишут миграция а контента из vp бейкере или элементар вот он видите vp бейкере элементов в гутенберг из-за разных принципиально архитектур и методов хранения в общем это сделать будет невозможно поэтому если вы делаете новый сайт и точно знаете что вам нужен гутенберг тогда у вас никаких проблем здесь не будет и сразу же мы можем перейти страницы и визуально посмотреть действительно ли все так красиво вот главная страница нажимаем и мы видим с вами что это действительно утенберг вот я кликаю на блок а посмотрим структуру колонка макет мне конечно очень это все непривычно вот к примеру есть некая картиночка вот допустим текст я поменял это у нас не слайдер батон эта кнопка то есть вот можно ссылку текст поменять то есть можно редактировать смотреть но конечно если вы первый раз после элементра здесь нужно не торопиться внимательно посмотреть как это все устроено если мы перейдем добавить виджетов блоков вот они видите x temas вот вот это все вот здесь мы видим это все родные блоки от вудмор для гутенберга то есть похожие блоки вы могли видеть виджеты называемые в элементар теперь большое количество вот видите всяких которые можно на холст вообще на сайт вытягивать и настраивать вот дальше мы видим x temas woocommerce для woocommerce а дальше уже идут встроенные вот виджеты все тема вот разные такие вот моменты здесь мы детально углубляться не будем это видео об обновлениях и посмотрим что у нас обновил здесь еще дальше ожидаемая опция модуль предполагаемой доставки вот видим картинку как некий текст с датой может отображаться под кнопкой и такой текст можно в разных местах сайта отобразить и подвязать к разным товарам к разной геолокации мы для начала включим это пройдем woodmart настройки темы далее мы перейдем с вами магазин нижний видите у нас есть такой некий пункт он у нас отключен вот он мы вы включаем пока все на английском ну практически все когда русский обновится ребята обновят перевод то это можно будет перевести дальше можете просто наводить мышь показано где отображать можно где-то в одном месте оставить и в корзине в разных местах мини корзина где будет отображаться вот эта плашка с текстом дальше часовой пояс можно выбрать или использовать вот написано с настроек глобальных wordpress если во вордпрессе выставляли часовой пояс вот этот ползунок включите этот параметр чтобы убедиться что предполагаемая дата доставки корректно обновляется при включенном кеширование далее настройки сохраняя после того как мы настройки сохранили нам нужно создать это условие создается это товары вот этот пункт заходим естественно здесь ничего нет нажимаем создать название для себя то есть вы можете создать неограниченное количество вот таких вот информационных плашек где будет указано приблизительное время доставки здесь вы можете указать выбрать зону и способ доставки для которых будет применяться эти правила о предполагаемой дате доставки оставьте это поле пустым если вы хотите чтобы правило применялось ко всем доступным зонам доставки но я ничего выбрать не могу потому что самом магазине у меня ничего это не настроено а дальше вы можете выбрать день когда доставка не работает хоть все дни ну естественно те дни которые я здесь указал для этих дней плашка выводиться не будет то есть вот выбрать все отменить всех здесь можно писать дата доставку от двух допустим до пяти дней а дальше у нас идут условия где мы можем включить или исключить включить и самое простое это все продукты а также можно выбрать включить по айди продуктам категориям конкретным и выбрать соответствующие категории категории дочерних продукт от так продукта атрибут товара тип товара и можно добавить какие допустим исключения и так сколько угодно я выберу просто включить все продукты что просто вам показать и нажимаем опубликовать вот если мы сюда перейдем то мы увидим вот можно если что временно отключать включать и создавать новые новые порядки теперь идем на фронтальную часть сайта заходим в карточку товара в любую чтобы проверить как выглядит эта плашка и вы можете столкнуть с тем же с чем столкнулся я видите никакой плашки мы здесь не видим имейте ввиду что во многих шаблонах woodmart используется индивидуальный макет и нужно зайти в макет и добавить соответствующий виджет чтобы отображалась эта плашка вы переходите макеты дальше я перехожу на вкладку карточка товара мы сейчас просто временно посмотрим во первых мы видим с демо шаблоном установился и активировался уникальный макет же видите он выглядит совсем по-другому мы временно его скрываем идем обновляем страницу когда макет не выводится выводится классическое отображение woodmart нашего товара и мы видим вот да на английском языке нам придется вручную переводить это все через допустим плагин logo translate или залезть в файлы перевода и перевести эту строчку и тут у меня стоит предполагаемая дата доставки и в любом товаре это мы можем наблюдать если же вы сами используете свою уникальную карточку макета или вот шаблонную да как вот здесь у нас по умолчанию было и у нас тут нету не выводится то нам нужен нужно будет зайти сам макет далее перейти по плюсу в поле поиска ввести название данного виджета вот мы его видим и даже вот тут вот в предпросмотре и перенести туда где мы хотим его отображать допустим вот здесь вот под кнопкой вот его перенес также слева настройки для него имеется допустим вот я даже зашел в его настройки развернул background и допустим как-то его подсветил сохранить идем на сайт и видим у нас теперь каждой карточке будет вводиться также здесь отображаемое время также появился новый виджет вот на главное перешел в режиме редактирования сравнение до и после где вы изображение загружаете допустим свое какое-то изображение до после здесь он выглядит так вот он по слову имидж вот я нахожу это новый виджет он есть и к элементуру если вы используете элементом конструктор их для гутенберга есть новый виджет от темы вудморт перетаскивайте на холст и можно сделать вот такие вещи вот даже удморт в социальных кнопках добавлен новое поле для вывода кнопки ссылки skype и вайбер казалось бы не особо популярная но я очень этого ждал часто все равно спрашивают чтобы ссылку прицепить на вайбер все теперь она у нас есть с другими изменениями и мелкими обновлениями вы сможете ознакомиться дальше на странице разработчика как я уже сказал ссылка будет на моем сайте на этом данный обзор закончен надеюсь для вас был интересен и полезен напишите свое мнение в комментариях а я с вами не прощаюсь и очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео пока пока друзья внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно съел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете ву коммерс элементов какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в telegram и Субтитры сделал DimaTorzok